Молочного скотоводства волчтинской породы. Занимаемся с 2005 года. С тех пор удой у нас на фуражную корову вырос с 4 тысяч, с небольшим, 4,492, если быть точнее, до 10,645 килограмм за 22-й год у нас получено молока. Как уже говорилось, затраты на корма составляют больше 60%, являются основной частью затрат, которая приходится на молочное животноводство. Из этого следует, что необходимо этой части уделять большое внимание и немножко увеличивать конверсию корма. Что такое вообще конверсия корма? Это как бы показатель того, с какой эффективностью животное использует корма для получения молока. То есть, ну это можно сказать, что количество молока, которое рассчитано из расчета на килограмм съеденного сухого вещества. Как можно поднять конверсию корма? Ну, увеличить продуктивность. То есть, потребление сухого вещества оставляем на одном уровне, продуктивность повышаем. Какие факторы влияют на продуктивность животных? То есть, что может повлиять на конверсию корма? Самый первый фактор, как бы он, можно сказать, то, что заложено генетически, это генетика животных. То есть, все знают, что гаустинская порода, она генетически предрасположена к высоким надоям. Мы в нашем хозяйстве с шестого года возили скот. Возили с Ленинградской области, начинали. С Дании, с Голландии, с Америки завозили. То есть, регулярно, можно сказать, практически каждый год старались возить скот. Скот возился гаустинский, то есть, с высоким генетическим потенциалом. Осеменение мы ведем импортными быками, тоже импортной селекции, эти быки. То есть, семя у нас только импортное. Также, вот какие мы еще, вот у нас новшества, так сказать. Второй год мы уже проводим генотипирование телок. То есть, проводим генетический анализ по более 40 показателей индексов генетических. Это делается для того, чтобы работать в дальнейшем с этими животными, то есть, ориентироваться на эти индексы и улучшать селекционное качество животных. Там индексы, начиная от и устойчивости к различным болезням, и просто там экономические индексы животных, и гаплотипы, генетические аномалии. То есть, на все вот это мы исследуем животных своих. Сейчас даже скажу, в этой отрасли, как бы вот, как наука не стоит на месте, даже появились такие индексы именно по конверсии корма. То есть, рассчитываются, есть животные, у которых, то есть, индексы, то есть, у которых больше конверсии корма, а у которых меньше. То есть, это залаживается уже генетически. В 22-м году у нас был вид нашего хозяйства на наше село. Значит, у нас было закуплено оборудование в 22-м году для лаборатории. Мы решили заниматься пересадкой эмбрионов. Вот, как бы, это отрасль новая, вот это вот здание лаборатории, построено специальное здание отдельное, закуплено оборудование, и в 22-м году мы уже начали заниматься, наши специалисты вымывают эмбрионы и пересаживают. Вот это небольшие тут фотографии. Вот наши специалисты. То есть, занимаются вымыванием эмбрионов и пересадкой их животными. Да, ну, можно сказать, это мы, как бы, первопроходцы в этой отрасли. Хотя отрасль, я считаю, что это очень перспективная. Так как эмбрионы, это своего рода, можно сказать, альтернатива покупке племенных животных. То есть, животные-доноры берутся, это самые высокопродуктивные животные. Эмбрионы от них вымываются, то есть, осеменяются эти животные точно так же с самыми лучшими быками. Вот, как бы, от одной коровы, сколько мы можем получить тёлочек? Ну, 3, ну, 5, это, я не знаю, рекордистка, если постоянно её сексированным семенем осеменять. Вот. А от донора мы можем получить, ну, 50-100 эмбрионов. То есть, как бы, не побоюсь этой цифры. Это даже, наверное, минимум. То есть, у нас, как бы, есть уже положительные результаты. Мы от животного намывали 20 эмбрионов. То есть, как бы, ну, опять же, это только за один раз. А животное-донор можно использовать не один год. То есть, 2, 3, 5 лет. То есть, ну, пока можно его использовать, так сказать. Так что, вот, как бы, вот такая вот у нас лаборатория. Начинаем только работать. Какой второй фактор? Второй фактор – это, конечно, самый главный фактор. Генетика, как бы, она немножко даже, можно сказать, на втором плане. Это кормление. Кормление, качество кормов и управление кормлением. В нашем хозяйстве создана база кормовая для обеспечения нашего хозяйства полностью своими кормами. Ну, необходимо всегда помнить, что корм – это не только затраты. Это своего рода инвестиции. То есть, что вы вложите, то вы от коровы и получите. Всегда нужно стараться опираться вот на этот принцип. Поэтому вот необходим регулярный систематический контроль за качеством кормов. То есть, корма, тут уже много было сказано, сила, сенаж – это основа. Это основа. У нас закладывается корма основная по современным технологиям. Мы используем закваски также необходимые. Ну, не знаю, сейчас не говорили про это, но как бы мы используем. Вот, раньше не использовали, сейчас, да. Так, стараемся как-то идти в ногу со временем. Также необходима контроль полный за сбалансированностью рационов и за структурой рационов по фазам лактации. То есть, в каждой фазе лактации должен быть свой рацион у животного. Это такое вот правило, как бы от которого нельзя отступаться. Нужно очень строго это контролировать. Особенно уделять внимание фазам до отела. Три недели до отела. Сухостой – три недели до отела. И фаза раздоя. То есть, три недели после отела. Так как в этот период времени животные наиболее уязвимы. Вот, то есть, как бы нужно к этому очень ответственно подходить. У нас, вот, да, у нас также есть консультанты по кормлению. Мы пользуемся услугами уже, наверное, больше десяти лет. Как бы они нам подсказывают. То есть, за многие годы мы, как бы, нашли для себя золотую середину. Стараемся придерживаться ее в кормлении. Вот, обязательно нельзя пренебрегать такими кормами, как защищенные жиры, защищенные белки, пропиленгликоль. То есть, эти все такие вот вещества, пропиленгликоль, это источник глюкозы. То есть, особенно важно в период после отела. Защищенные жиры мы пользуемся жирами на основе пальмового масла. Ну, в принципе, они все на основе пальмового масла. Защищенные белки мы пользуемся в хозяйстве на основе сои, фирма белков, наверное, в принципе, все знают. На основе рапса. Вот, как бы, это, они, эти белки и жиры проходят рубец, не расщепляются в рубце, проходят дальше в тонкий отдел кишечника, то есть, чтобы животному была энергия, то есть, это протеин и жиры, которые не разрушаются в рубце. Вот, как бы, обязательно этим нельзя пренебрегать. Ну, и контроль за биохимией. То есть, обязательно раз в месяц хотя бы нужно делать биохимию крови у животных. То есть, мы кормим, 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 но обязательно нужно смотреть, то есть, анализировать, смотреть, что-то хватает, что-то не хватает. На местах можно, у нас всегда врачи используют полоски на кетоновые тела, на глюкозу. То есть, все это сейчас без проблем можно исследовать, и это обязательно все нужно мониторить. Ну, третий фактор, который влияет на повышение продуктивности, это комфорт животных. Комфорт животных – это условия содержания. Значит, ну, у нас в хозяйстве такой принцип. Люди должны подстраиваться под коров, а не наоборот. У нас во всех корпусах, ну, да, если хотим молоко, мы должны подстраиваться. У нас во всех корпусах установлено орошение для животных, вентилирование. Сейчас вот, вот, у меня просто, если честно, было мало времени подготовиться, мне только вчера сказали, что я буду наступать. Да, вот вентиляторы, то есть, как бы видно. Вот орошение проходит. Ну, то есть, сейчас оно, конечно, не работает. Обязательно включается в жаркий период времени, для того, чтобы животным было комфортно. Ну, такие вот щетки-чесалки у нас установлены, работают. То есть, как бы, коровки живут, как в санатории. Вот в этом году мы недавно вот начали стелить ковровое покрытие. То есть, это тоже, как бы, фактор такой влияет. Вот даже, вот, можно увидеть по фотографии, вот слева постелили ковровое покрытие, ну, вот буквально еще занимаются, стелят у нас. А справа нет. То есть, как бы, поедаемость почему-то вот на зеленом лучше. Это пластиковое покрытие такое. Да, да. Ну, делается это, конечно, для того, чтобы животные, во-первых, бетон разрушается, то есть, они, кормовый стол, портится. Но самое главное, что они это все едят. То есть, то, что... Левая сторона больше водой дает, да? Нет, мы еще не знаем, потому что это буквально на днях постелили, да. Только начали стелить. Да, да, только начали стелить, да. Ну, просто, что... То есть, чтобы не выедали вот этот бетон, потому что языками все лижут. Вот. Как бы так. Ну, вот, в 22-м году также у нас был приобретен робот для подталкивания кормов. Вот, вы его видите. Ну, приобрели один в 22-м году. Мы посмотрели, как он работает. Нам очень понравилось. Он как робот-пылесос. Стоимость не помнит или нет? Ой, миллион, миллион. Если... Вот, чтобы не обмануть, миллион семьсот. Вот в этом районе, да. 50% возврата, кстати. Вот он тоже, да, стоит. А, робот-семьдесят, да. И вот второй мы приобрели уже в этом году. То есть, сначала поставили на один корпус. Нам понравилось, как он работает. Решили приобрести еще один. Потому что это тоже немаловажный фактор. Исключается, минимизируется человеческий фактор. Вот, корм постоянно подгортается, подсовывается. Животное, ему не приходится дотягиваться до него. Ну, естественно, оно больше съест корма. Больше съест корма, больше даст молока. Ну, это наша карусель. Еще фактор влияющий. Это, помимо содержания животных, это организация. Доение, оборудование доения. Гигиена вымени. Правильная технология доения. Это основа профилактики мастита у коров. Все знают, и я думаю, все согласны, что только здоровая корова со здоровым выменем даст много молока. То есть, необходимо использовать средства до доения. Средства после доения. Это обязательно, это как вот, за правило должно быть. Технологию доения обязательно нужно контролировать, соблюдение ее. Ну, как бы, если будет, как, полностью мастить, исключить нельзя. Но его, как бы, можно минимизировать, вот, за счет правильной технологии, правильного доения. Отсюда, как бы, еще один фактор вытекает плавненько. Это контроль за здоровьем животных. За здоровьем и воспроизводством животных. Своевременное выявление больных животных, оно минимизирует затраты на лечение и недополучение молока. То есть, уменьшается недополучение молока. Вот, ну, это, конечно, все возлагается на ветеринарную службу. Они должны проводить полный комплекс профилактических мер, лечебных. Сейчас, как бы, очень много всяких вакцин. То есть, свобода выбора полная. Было бы желание, как бы, работать. Ну, воспроизводство – это, вообще, как бы, неотъемлемая часть от молочного скотоводства. Нет телят, нет молока. У нас в этом году выход телят составил 78% за 22-й год. Ну, такой выход, ну, это благодаря слаженной работе зоотехнической службы, ветеринарной службы, техников искусственного осеменения. Вот, мы работаем с ведущими фирмами по поставке семени. У нас две, как бы, основные фирмы. Они нас консультируют, то есть, как бы, приезжают, помогают нам. Осеменяем, естественно, чтобы было больше телочек, мы осеменяем сексированным семенем. Также, хочу сказать, что необходимо идти в ногу со временем. Сейчас очень много вспомогательных средств для выявления животных в охоте. То есть, главный, вот, как, главное, как, недостаток, вот, высокопродуктивных коров – их очень плохо видно в охоте. Вот, да, да, у них очень большой, ну, как, процент скрытой охоты не видят просто-напросто животных. Вот, для этого у нас в хозяйстве уже, да, года три, наверное, работает программа «Каускаут», вот, не знаю, может быть, кто-то слышал, это программа по выявлению животных в охоте. То есть, вешаются датчики на животных, на, ну, ошейнички, и, как бы, то есть, по программе видно, когда животное гуляет, то есть, как бы, я не говорю, что это основной, ну, как, инструмент для выявления в охоте, но это очень помогает ассиминаторам увидеть животных, вот. Также мы пользуемся краской для выявления животных, карандашами, то есть, используем все возможные методы, все возможные средства, так сказать. Ну, как бы, можно в заключение сказать, если соблюдать все вот эти вот факторы, которые я перечислила, если комплексно к ним подходить, то есть, это поможет, вот, нам это помогает держаться на плаву, держать такие высокие показатели, и не только, как бы, удерживать эти показатели, но вот, и продавать, мы продаем племенных нителей уже который год, продаем своих галштинских нителей, вот, по 130 голов продаем. Бычка? Бычков мы продаем маленькими, примерно тоже от возраста от двух, ну, даже до трех месяцев они, в принципе, у нас все уходят. Население разбирается? Население разбирает, но сейчас у нас... Ее же еще надо попоить молочком. Да, каких хотят? Хотят отпоенных, хотят неотпоенных, да. Где мы их забираем? Да, да, да. Поголовье у нас на первое число 1203 коровы фуражных, общее 2700, как бы, как будет так. Как будет так? Вы наступите реализацию молока и себестоимость. Реализация 31,50. Себестоимость... 26. 26, да, 25 или 26 рублей. Да, 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 примерно так. Устраивает ваша персонала? А что делать? Устраивает, да. Хотелось бы, конечно... Второй вопрос. Вас цена заустраивает? Реализация? Как себя предприятие чувствует финансово? Ну, как бы, пока держимся, так скажу. Ну, конечно, цена не устраивает. Большая? Что? Закредитована? Нет, нет, у нас нет. У нас нет. Друзья, есть еще вопросы. Надежда Викторовна, вы же долго держались на отметке 8 тысяч литров от коровы. И причем, вот как рассказывал ваш председатель, иностранных специалистов привлекали немцев, и ничего не помогало. А потом подключили, перешли на услуги новочеркасской фирмы «Легион». Ну, здесь мы можем сказать, вот сейчас Николай Николаевич, он говорит, я не буду рассказать, но очень хвалили эту фирму, говорит, и пережагнули вот этот рубеж. Их поддержка действительно существенная. Да, да. Ну, вы знаете, я хочу сказать, нет такого, что вот мы держались, держались на 8, потом хоп и скаканули. Нет, это все, это все с годами нарабатывается. То есть, где-то мы какие-то недостатки убираем, где-то мы, то есть, понимаете, как в любом производстве, очень большую роль играет человеческий фактор. То есть, если они привыкли так, кормить трактористы, они будут кормить. Для того, чтобы они привыкли кормить по-нормальному, это тоже действительно надо, чтобы прошел год, два, три. Может быть, сменился тракторист. Это я вот, это я привела пример только за счет тракториста. То же самое касается доярок, скотников. То есть, это, это система, которая выстраивается годами. Нельзя так, что мы доили, доили 8 тонн, а потом раз скаканули. Да. Я опять повторю, что только совокупность этих факторов, да, мы перешли на сопровождение вот легиона. мы начали уделять больше времени заготовке кормов. То есть, вот туда как бы решили свой взгляд углубить. Вот. И как бы постепенно мы как-то вот на это все вышли. Тут же так же сказывается то, что генетика, генетика наших животных. Мы много лет пользуемся, вот, представители, ну, скажу, генетика Юг и Альта. У нас осеменение идет этих фирм. То есть, у них очень хорошая генетика действительно. Просто поначалу мы у нас, изначально был с Ленинградской области скот. вот, как бы, ну, конечно, не сравнится с импортным, с Америки, с Голландии, с Данией. Мы регулярно завозили с этих стран. в 22-м году мы не завозили уже. Пока держимся за счет своих. Вот. Ну, если нужно будет, может быть, так же будем где-то покупать в России уже. Если будут субсидироваться, конечно. Вопросы к Надежде Викторовне появились у присутствующих. Мне хочется еще спросить, по брионам вы услуги планируете оказывать другим хозяйствам? Конечно. Я расскажу. Конечно. Да, да, мы планируем, да, у нас просто еще лаборатория только строится, как бы она у нас еще не прошла аккредитацию, вот. Но у нас специалист есть, который занимается, как бы у него уже, ну, получается, да. Мы хотим для собственных нужд пользоваться вот эмбрионами. В частности, хотим летом, хотим осеменять именно, ну, не осеменять, а трансплантировать эмбрионы, вот. Потому что вот говорят, что приживаемость эмбрионов, вот именно в летний период, по жаре, выше там, ну, наверное, процентов на 30, чем именно семя. Да, да. Ну, потому что у семени высокоэмбриональная смертность, как бы, идет, то есть оно не приживается. Эмбрионы уже, как бы, готовенькие уже. Подсадили туда, пожалуйста. Ну, не знаем, лето еще не было, мы попробуем. Нельзя говорить, что, как бы... Уже экспонсацию сделали, да, уже у нас коровы? Да, да, у нас есть коровы, да, мы уже пересаживали эмбрионы. А когда получите потомство? Через 9 месяцев. А, ну, да, 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 ну, на недельку меньше, то есть осеменяем, например, вот, если кому интересно, осеменение, например, сегодня запланировано, коровы у нас все на схемах, то есть синхронизация. Вот, например, сегодня день осеменения, а эмбрион пересаживаем на 7, 6, 7 день, то есть от этого дня мы отсчитываем 7 дней, потому что эмбриончики мы вымываем 7-дневные, то есть вот корову осеменили, ее колят гормонами, которые вызывают, так сказать, суперобуляцию, чтобы очень много яйцеклеток оплодотворилось, осеменили эту корову, донора, через неделю, получается, у нее вымывают эмбрионы, вымывают специальную питательную среду, замораживают, можно заморозить часть, можно сразу же пересаживать, если есть кому, то есть если есть коровы-доноры. Получается, пересадить сразу это можно тому животному, которое должно было неделю назад осемениться, потому что эмбриончик, он 7-дневный. Ну, как бы это очень интересная тема, и вообще интересно даже под микроскопом их рассматривать, как бы это. Вы сказали, что заклассами стали пользоваться на западке кормов, а какими? Вот вы знаете, вот честно точно не скажу, зеленая линия, по-моему зеленая линия фирма. Новгородские. Новгородские, да. Бактерии? Да, 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 живые бактерии, да. Фирма помнит, что зеленая линия, а да, это наши. Вот вы сказали, что нужно в фазе сухостоя и раздлоя обратить внимание. Как состав рациона меняется? Ну, как меняется? Вот в сухостое, во-первых, более структура корма должна крупнее быть сухостоей, но ближе к растелу уже меняется структура корма, то есть животное подготавливается к лактации. Уже меняется структура корма, становится меньше, энергии в рационе должно быть больше. Некоторые дают пропиленгликоль до растела, мы как бы это не практикуем. Мы даем только после растела, потому что животное, животное, ну, как сухостое, оно не может потребить много энергии за счет того, что у нее теленок находится в животике, так сказать. Вот, поэтому необходимо помогать ей, так как она отелится, чтобы не возникало таких негативных последствий, как кетозы, ацидозы. Ну, как бы о рационах это можно очень много говорить, там очень много как бы факторов. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!